здравствуйте меня зовут Бондаренко Сергей приветствую вас на канале мой домик 5 семерок я бы сегодня хотел рассказать о отличиях проживания в частном доме и в городской квартире у меня есть такой опыт я могу сравнить я родился в городе Киев и основную часть жизни прожил тоже в городе Киев в городской квартире и есть возможность сравнить проживание там и там сейчас мы уже переехали в свой дом вот уже восемь месяцев мы живем в своем доме и сейчас я расскажу об основных отличиях когда мы проживали в городской квартире то были такие моменты которые меня лично начинали немножко напрягать может быть не знаю может быть в вашем случае в вашем городе вашим домом может быть это происходило иначе но вот у нас это все происходило именно так например первый момент такой который мне не нравился очень сильно что проблемы с парковкой то есть очень часто бывала такая ситуация что приезжаешь домой машину уже поставить некуда все места заняты начинаешь искать где-то в соседних дворах на улице там еще где то то есть получается так что свой автомобиль возле своей квартиры возле своего дома ты припарковать не можешь либо же паркуешь в каких-то местах где ты не можешь наблюдать еще что-то второй неприятный момент такой тоже который мне не понравился связаны с автомобилем что во дворе у нас там постоянно были какие-то попытки проникновения в автомобиль то есть постоянно в него кто-то пытался там влезть однажды там даже выкрали аккумулятор были несколько раз попытки просто открыть неудачные то есть человек начинал ковырять замки поломали нам замки на одной машине на второй открыть не открыли ничего не украли ну замки сломали повредили были еще попытки сливать бензин у нас такие автомобили что бензин слить можно и иногда у ребят это получалось пару раз сливали бензин что тоже очень неприятно это не понравилось мне помимо этого момента есть еще городской квартире присутствует такой недостаток что какие-то вопросы которые возникают по например хозяйству например такие водопровод канализация что касается там фасада здания подъезд ступеньки уборка там еще какие-то моменты и к сожалению вы на них не можете влиять напрямую расскажу о чем идет речь например та же парковка зимой у нас получалось так что в счетах там за квартиру на тот момент когда мы жили нам приходила такая квитанция там уборка придомовой территории там еще что-то там перечислялось в общем платили мы за эту услугу 400 гривен 400 гривен и зимой на парковке на вот этих подъездах никто не убирал снег вообще никогда и ни одного раза и вообще никак разве что какие-то автолюбители сами там кто уже срывался не выдерживал тот мог там взять лопату и вокруг там своей машины как-то все это откидать раскидать дворник в лучшем случае мог какую-то такую тропиночку для пешехода прочистить и то не всегда не каждый день бывало такое что ступеньки эти вообще были занесены там снегом в дом никто их не чистил никто не убирал такой момент еще неприятный это горячее водоснабжение то есть при том что у нас горячая вода в доме была по проекту но она была только условно горячая то есть у нас стоял счетчик и вода это я не знаю нормативы какие должны быть нормативные показатели для горячей воды могу сказать что она была еле-еле теплая иногда она была вообще холодная бывали такие моменты когда она была горячая и получается так что когда подходишь к крану открываешь горячую воду изначально ты не знаешь горячая она пойдет или холодная или это то есть открываешь кран стоишь и ждешь как бы чего-то закончится пока ты стоишь ждешь вода течет счетчик наматывает и получается так что в конце месяца ты платишь за горячую воду которая по факту горячей не является потом мы решили как бы от этого уйти поставили себе бойлер но оказалось что тут тоже не так все просто то есть нам начали приходить платежки все равно со счетами за горячую воду то есть оказывается что нужно каждый месяц доказывать что ты этой водой не пользуешься и даже если у тебя твои показания по счетчикам нулевые то есть ты ничего не потребляешь тебе каждый месяц нужно доказать что ты действительно ничего не потребляешь тебе нужно звонить какие-то службы им говорить что у тебя на самом деле бойлер поэтому у тебя нулевые показатели если ты этот звонок пропустил упустил у тебя приходит квитанция с счетом оплаты за горячую воду и там угрозы, что если ты систематически не будешь этого делать то тебя переведут на такую систему, что этот счетчик горячей воды аннулируют и будут просто вписывать в квитанцию по нормативам там какая-то норма есть на каждого человека сколько он использует горячей воды плюс к этому всему каждый месяц мы оплачивали такую услугу как уборка территории когда я узнал подробнее, что в это должно входить правильно по нормативам что там должны быть и уборки лестниц, и уборки этажей, и влажные уборки естественно, что ничего этого не делалось единственное, что делал дворник, это он выходил просто по утрам и из мусоропровода этот мусор перемещал в мусорные контейнеры ну и все, и на этом его услуги заканчивались эти уборки не производились но это при всем при том, что каждый месяц мы исправно платили и отказаться от этих услуг тоже было нельзя плюс к этому всему состояние самого подъезда состояние лестничных клеток, состояние лифта, каких-то ступенек это все было уже в таком ветхом состоянии, плохом никакие ремонты не делались добиться этих ремонтов это было практически невозможно я даже столкнулся с такой ситуацией, что со своей стороны мы, выступая инициаторов каких-то нововведений я писал, есть у нас такая служба 1551 куда можно обратиться в электронном виде или позвонив по телефону можно обратиться, дать заявку, предъявить претензии, например, к ЖЭКу ну или сейчас там уже к управляющей компании, которая не выполняет свои функции и оставить жалобу ну вот я какое-то время пытался оставлять эти жалобы и столкнулся с тем, что когда эту жалобу там несколько раз оставляешь, оставляешь, оставляешь доходит до того, что работники ЖЭКа уже просто не имеют права на это не реагировать и создается комиссия с представителем киевской администрации в каждом ЖЭКе есть представитель 1551 и вот они все вместе выезжают на место и там составляют, по факту моего обращения, составляют акт и вот что меня удивило, что мне присылали вот эти акты в которых было написано, что все эти жалобы, которые я подавал, что это просто выдумка с моей стороны и все эти акты были подписаны жильцами нашего же дома там были их контактные данные, номер квартиры, номер телефона я был вообще жутко удивлен жутко удивлен то есть получается, сами люди, которые жили со мной вместе в этом доме они этого не хотели я со своей стороны жаловался, я был инициатором, выступал, чтобы улучшить было состояние но когда приходили из ЖЭК работники, они составляли акт и жильцы нашего дома подписывали это так, что я все выдумал на самом деле, никакой проблемы не существует я был просто удивлен, конечно, и шокирован этим фактом плюс присутствует такой, например, неприятный момент, что в случае повреждения каких-то инженерных сетей например, водопровода, канализации тоже вы не можете ни на что повлиять то есть вы со своей стороны, как бы пропала вода вы можете позвонить диспетчеру и все как бы ждать от вас ничего не зависит когда ее сделают, сделают, не сделают какого там она будет потом качества какой будет напор, больше, меньше ни на что это повлиять нельзя еще дополнительно к этому всему оставляют желать лучшего, конечно, компании в таких домах то есть, несмотря на то, что если вы даже вдруг захотите вот у себя в квартире отдельно сделать, например, хороший ремонт поддерживать чистоту все это сделать аккуратно, красиво но вы столкнетесь с тем, что выходя за пределы этого дома вы попадаете в подъезд и, например, соседи ваши они могут вовсе не разделять вашу точку зрения желание там жить в красивом доме каком-то и у них совсем другая точка зрения на это все то есть вы даже организовав где-то у себя локально порядок и чистоту столкнетесь с тем, что выходя через дом проходя через вот эти места общего пользования вы каждый раз будете сталкиваться с какими-то неприятными моментами у нас, например, был такой момент, что городская администрация сделала замену окон, дверей старых на металлопластиковые и вот в подъезде там, где лестничная клетка поменяли окна старые деревянные, достали поменяли на металлопластиковые и в связи с этим пришлось как бы часть примыкания к этим окнам вот часть стены, там где откосы для того, чтобы их восстановить вот после этого демонтажа они были сделаны из пенопласта зашиты пенопластом и сверху сеточкой пошпаклевали ну вот у нас в доме были такие курильщики которые выходили туда покурить и буквально вот прошло там, не знаю, месяц-два после этого ремонта, после этой замены окон и вот такая картина, что стоят эти пепельницы с окурками и откосы все вот в радиусе досягаемости они все такие побитые, поломанные то есть человек стоит, курит и начинает пальцем ковырять этот откос, ковырять этот пенопласт обдирать эту сетку, обдирать шпаклевку спрашивается, ну что тебе не имется? чем шум тебе мешает? ну стой себе, кури, смотри в окно зачем ты ковыряешь? ну отдельные тоже эти все надписи в подъездах в общем не буду рассказывать тут проживая в городской квартире тут конечно знают о чем идет речь ну теперь хочу рассказать как например контраст с этой ситуацией о проживании в частном доме если сравнить например коммунальные платежи если взять так например в летний месяц в квартире у нас коммунальные наши платежи состояли из оплаты вот за уборку территории которая уборка территории плюс там еще что-то эта оплата составляла там около 400 риен плюс был счет за электроэнергию счет за пользование домофоном это все обходилось там около приблизительно полторы тысячи гривен мы используем обычное электричество где-то в пределах 400-500 киловатт часов в месяц когда мы переехали в частный дом то вот эта вот составляющая уборки как бы отпала все наши еще была оплата за водопровод за горячую воду за холодную воду и за водоизведение горячей воды здесь получается так что единственное что мы платим какая коммунальная услуга это за электричество счета показания вот эти не особо поменялись при том что если учесть что у нас скважина и стоит насос ну как-то он не очень так много потребляет потому что нету каких-то заоблачных таких показателей если например в летние месяцы у нас как было так и осталось где-то порядка 400-500 киловатт часов в месяц то в зимний месяц они немножко увеличились показания отопление у нас тоже электрическое то все вместе стало где-то 600-600-650 киловатт часов может быть то есть не особо поменялось и получается что если сравнить с проживанием в квартире то коммунальные платежи если учесть все вместе электроэнергия уборка территории, отопление то в зимний месяц коммунальные эти платежи могли доходить до 3,5-4 тысячи гривен здесь в частном доме получается что весь наш этот коммунальный платеж он заключается в плате за электроэнергию плата за электроэнергию за 600 киловатт часов где-то около 1000 гривен в месяц то есть в 3-4 раза дешевле по поводу канализации у нас здесь выгребная яма мы живем 8 месяцев уже но еще ни разу мы ее не откачивали пока еще тоже не будем откачивать я узнавал что выкачка будет стоить 500 гривен но это еще не скоро произойдет что касается парковки то здесь конечно вообще ситуация отличается по машинам никто не лазит никто не вскрывает я машину даже свою просто не закрываю и загоняю во двор оставляю на улице всегда есть место снег во дворе там где подъезд машина это я убираю сам много времени это не занимает ну как бы и не плачу за это за эту услугу не существующую как в случае городской квартиры что касается ну таких каких-то мифов о частном доме я например когда начинаю разговаривать с какими-то своими друзьями есть такие люди приверженцы вот именно только формата городской квартиры у них очень много страшных историй о частном доме что он холодный там все время какие-то проблемы с ним все время что-то нужно делать мы вот живем 8 месяцев ну как-то особых проблем не заметили пока есть какие-то такие минимальные вещи которые нужно делать летом там например покосить траву убрать ее зимой там может быть расчистить снег но это не занимает много времени это даже больше скорее удовольствие делается чем напряг платежи намного меньше составляет чем в городской квартире отсутствует вот этот момент каких-то неприятных взаимодействий с соседями из-за того что соседей нету то есть нету никаких что кто-то кому-то мешает кто-то кому-то это плюс к этому всему частный дом он позволяет человеку летом да и зимой тоже выйти на улицу расположиться у себя во дворе мы себе сделали летний столик и летом мы там обедаем завтраком ужинаем просто во дворе нас накрываем стол есть возможность пожарить шашлык какой-то просто посидеть летом тебе никто не мешает никто не это ну в городской квартире такая возможность отсутствует если взять у нас вот маленькие дети трое детей маленьких если в городской квартире есть такой момент что вот нужно пойти погулять с детьми это нужно собраться нужно их одеть например маме или папе выйти вместе с ними они гуляют какое-то время потом завести их раздеть это то в частном доме ну как бы вот эта сама прогулка она вообще отсутствует когда теплое время года ребенка можно просто с утра выпустить на улицу он во дворе двор закрытый есть забор он сам себе гуляет целый день мама при этом свободна папа свободен они могут заниматься своими делами изредка там может кошка только выглянуть все ли в порядке что очень удобно ну вот такие основные отличия частного дома и квартиры это мое личное мнение может быть у вас был другой опыт что проживание вы были жили в лучшем доме там где например дом новый ОСББ может быть там лучше ситуации ну я жил в старом доме там где-то 30 лет назад он был построен и мне не понравилось даже сейчас даже сейчас когда я вот живя в новом доме ну здесь вообще весь район как бы новостройки все частные дома новые приезжая иногда вот в дом этот став в квартиру разница сразу бросается в глаза сразу когда там живешь как-то не замечаешь притерся через все это как-то проходишь переступаешь но когда ты от этого ушел свежим взглядом потом приезжаешь там очень грязно как-то запах неприятный какие-то люди попадаются тоже неприятные в общем сейчас там уже в доме жить намного лучше намного комфортнее чем в квартире вот такое на ней